Матфея 5 глава Матфея 5 глава Матфея 5 глава Матфея 5 глава Но есть одна вещь, которой все мы призваны независимо от нашей профессии. И эта вещь называется проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Мы к этому все призваны. Не только пасторы и не только проповедники, все верующие призваны идти и нести Евангелие Иисуса Христа. И вот смотрите, в Нагорной проповеди, вот в этой пятой голове, которую мы сейчас открыли, Евангелие от Матфея, показано, какой же основной способ проповеди Евангелия Иисуса Христа. Потому что мы почему-то во власти стереотипов находимся. Нам кажется, что проповедь это сцена, это микрофон. И человек динамично что-то говорящий, махающий руками. Вот с Библией, с какой-то кафедрой. Вот это и есть проповедь. Но посмотрите, что же говорит Иисус о проповеди, о Боге, о Небесном Отце, о Божьем Царстве. Матфея 5, глава 14 стих. Вы, скажи, мы, мы, свет мира, Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, Чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. С одной стороны, евангелист Иоанн пишет, что Бог есть свет. И в действительности, всякий свет, всякая жизнь приходит от Бога. Но когда Бог зажигает наш светильник, Тогда мы начинаем гореть его светом, И уже к нам относится мы, свет мира. Не потому, что мы такие великие или особенные, А потому, что в нас живет Христос, В нас живет Господь, Который является светом, И мы в себе несем этот огонь, правда же? И являемся светом этому миру. И некоторые верующие почему-то думают, Что если мы являемся светом, То и славьте Господи, и славьте, и хорошо все, И давайте вот мы будем теперь вот радоваться тому свету, Который мы имеем, И ждать, когда однажды наша свечка попадет в Божье Царство, И мы там сольемся, И будет просто свет света, Радость радости, Благодать на благодать. Но смотрите, Иисус не остановился дальше, На том, что вы свет, Радуйтесь и ждите, когда вы уйдете на небо. Нет. Он привел такое сравнение. Зажегший свечу не ставит ее под сосудом, Но на подсвечнике и светит всем в доме. То есть зажегшую свечу, От того, что свеча горит, Еще не означает, что вокруг всем светло. Потому что свеча может быть поставлена или высоко, Чтобы она была всем видна и все освещала, Либо ее куда-то можно спрятать под сосуд, под лавку засунуть. Вот вы обратили внимание, да? Что когда мы заходим в помещение, да? Здесь включены лампы. И лампы, они где находятся? Не под стульями. Не под стульями. Почему? Потому что если мы возьмем сейчас И все лампы поместим куда-то вниз, Это, конечно, может выглядеть романтично, Если мы тут по периметру, Но в помещении так светло не будет. Потому что важна не просто лампа, Но где она расположена. Ее можно вниз поставить, А можно поднять выше. Так вот, драгоценное, точно так же. Бог зажигает в нас свет. Но от нас зависит, На каком уровне будет сиять наш светильник. Или мы куда-нибудь там положим, Под лавку, под сиденье, под кровать, Как вот у другого евангелиста эта притча написана. Спрятать куда-нибудь под кровать. И горит она там. И слава тебе Господи. Но только проблема в том, Что люди, заходящие в спальню, Им не светло от свечи, Которая стоит под кроватью. Но если мы эту свечу поставим высоко, Тогда она будет освещать помещение. Бог дает нам дары. Бог дает нам благодать. Бог дает нам свой свет. Но от нас зависит, Что мы сделаем со своим светильником. Или мы ничего не будем делать. Там вот где-то и стоит, и пускай стоит. Или мы постараемся, Чтобы от света, который в нас, Было максимально ярко. В нашей церкви. В нашем городе. В нашей стране. И тут заметьте, Если свет не от нас, Если свет в нашу жизнь приходит от Бога, Мы не можем вот сами так вот. Нет, мы принимаем Христа, И свеча в нас загорается. То от того, На каком уровне, На каком месте будет стоять наш светильник, Это уже наша задача. Поэтому Иисус и говорит, Не ставят же ее там куда-то под сосуд, Под кровать не засовывают. Ставят высоко. Точно так же он продолжает. Так досветит свет ваш перед людьми, Чтобы они видели ваши добрые дела, И прославляли Отца вашего небесного. И здесь Бог показывает, Что проповедь Евангелия, Это прежде всего не проповедь слов. Это наш стереотип в голове. Кого-то все время грузить, 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 грузить. Что-то кому-то говорить, Втирать, спорить. Нет, проповедь Евангелия, Это прежде всего проповедь дел. Как мы проповедуем своими делами, Своими поступками. Больше такое проповедь Евангелия. Теперь смотрите, Когда мы говорим про дела, Или как вот здесь написано, Про добрые дела, Сразу вспоминаются слова Франциска Осисского, Которые я люблю повторять. Проповедуй Евангелия постоянно, Если необходимо, пользуйся словами. То есть, конечно же, Мы должны прежде всего проповедовать Евангелие Своими делами, Своими жизнями. Ну, подкрепляя при необходимости, Конечно же, словами своими словами. Вот когда мы говорим про добрые дела, Когда мы говорим про нашу деятельность, В последнее время очень много И в нашей стране, Да и не только, Говорится про волонтерство. Слышали такое слово, да? Это слово, конечно, не из Библии. В Библии нет такого слова, Но само понятие волонтерства, Оно очень близко, Оно просто библейское. Волонтерство означает, Это от латинского слова добровольный, да? Волонтерство – это деятельность, Которая осуществляется на благо общества Без расчета на материальное, Финансовое вознаграждение. То есть, волонтер – это человек, Который добровольно и целенаправленно Тратит свои силы, Тратит свое время На помощь тем, кто нуждается. То есть, он как бы безвозмездно Участвует в улучшении жизни общества. При этом волонтер может где-то трудиться, Зарабатывать себе на жизнь. Но плюс вот к своей основной работе Он часть своего времени И часть своих сил Посвящает, чтобы совершить, Сделать что-то полезное для общества. Есть разница, мы часто говорим, И в Библии говорится о жертвенности, О благотворительности. Благотворительность – это прежде всего, Когда люди вкладывают свои финансы В какое-то дело. Волонтерство, оно отличается тем, Что, да, это тоже жертвенность, Но человек вкладывает свои силы больше, То есть, свое время. Грубо говоря, он прилагает к чему-то Непосредственно Непосредственно в свои руки. И вы знаете, вот, Если мы говорим не только про церковь, Я иногда удивляюсь, Почему часто мы, вот, в нашей стране, Когда что-то видим и перенимаем, То мы очень часто перенимаем Не хорошее, а плохое. Вот, например, Люди смотрят на Запад, да, Вот, что мы там переняли? У нас теперь олигархи есть, да, Как на Западе. Богачи такие есть, да. Вот. Но очень интересно, Есть очень много хороших вещей Вот в той же Америке, Которые как-то вот тяжело у нас перенимаются. А между тем, я абсолютно убежден, Что процветание западных стран, Оно во многом не на олигархах строит, А именно вот на том, О чем мы сегодня говорим. Вот в той же Америке существует целая культура, Которую с детства прививают. Это называется культура волонтерства. Начинается со школ, С детских учебных каких-то заведений. И на сегодняшний день, Например, в Америке, По цифрам, 26% взрослого населения, да, Трудятся волонтерами. Около 26, Это 61 миллион человек. Представьте себе. Это люди, у которых есть свой, может быть, бизнес, Или они ездят на работу. Но помимо этого, Кто-то трудится в больницах, Кто-то, может быть, в домах престарелых, Кто-то еще в каких-то социальных Или детских организациях волонтерских. Кто-то бывает, работает, А, например, отпуск тратит, Чтобы поехать в Африку, например, И какое-то время послужить врачом. То есть врач в Америке, Он может потратить отпуск, Или, например, часть своего отпуска, Чтобы куда-то поехать. И там без возмезды, То есть он не получает никакой за это зарплаты, Чтобы там потрудиться. И вы знаете, Вот я думаю, что многих людей, Которые сталкивались с западным обществом, Вот были приятно удивлены, Насколько вот там сильна вот эта волонтерская работа. Что огромное количество вещей Именно сделано волонтерами. Вот. И если мы смотрим на нашу страну, У нас тоже в свое время были, Ну, более старшее поколение, Помните, там, Тимуровские отряды. Не скажу честно, Что это было очень сильно распространено. Вот. Ну, по крайней мере, Об этом говорили. Тимуровские отряды, Или там субботники проводились. Ну, а вот на сегодняшний день, Прямо скажем, Вот культуры волонтерства, Когда люди, Часть своего времени, Часть своих сил, Вкладывают в какие-то дела, На благо, На развитие нашего общества. Будем честны, Нет у нас сегодня такой культуры. Нет у нас сегодня такой культуры. И в прошлый год, Не случайно, В нашей стране, Он специально был объявлен, Я думаю, Многие из вас слышали, 2018 год был объявлен Годом волонтеров. Да? Годом волонтерства. Это было привязано И к чемпионату мира по футболу. И я с радостью увидел, Что за этот год Количество волонтеров в России возросло. Если в начале прошлого года У нас было 7 миллионов волонтеров, То к концу 2018 года Стало 11 миллионов. Но все равно 11 миллионов Это всего 7,5% населения. То есть посмотрите, В Америке 26%, Ну не конечно население большее, Поэтому там у них 26% Это 61 миллион. У нас 11, То есть в принципе В 6 раз меньше, да? И всего 7,5%. Я к чему это говорю? Ну к тому, что Есть о чем подумать И есть куда расти. И когда я помню, Вот я сидел, Смотрел на эту статистику, Я размышлял, Ну вот почему так? Что у нас там? Люди что ли недобрые? Да добрые у нас люди. Что мы ничего не можем сделать для ближнего? Для окружающих? Да можем. А в чем причины? И конечно же, Вы знаете, Причин немало. Почему же так происходит В нашей стране? Но я думаю, Одна из основных причин Это вот какая-то Вот вроде и дары есть, И таланты, Но вот безинициативность. Мы всегда думаем, Что вот кто-то должен прийти И навести порядок. Или все вот сделать по-нормальному. А мы сидим И ждем. Ну, в лучшем случае критикуем. Нам не нравится что-то, Мы недовольны чем-то, да? Но в конкретных, К сожалению, да, В конкретных делах, В конкретные практические шаги Вот это не выливается. Вот мы сидим и сидим И ждем, и ждем, и ждем, и ждем. Вот и ничего не меняется. Нам не нравится, Вот тут не так, Вот тут не так. А что мы с вами Конкретно делаем для этого? Что мы конкретно меняем? Какие мы дела проявляем с вами? Ну, ты сразу начинаешь, Ну, а что мы можем? Ну, я такой человек, Ну, что я могу? Ну, вот пастор, Вот такой вопрос. А что я? Ну, вышел я на улицу, Готов тут помогать. Кому я нужен, да? И как бы мы всегда ищем оправдание, Почему именно как-то, Вот я вот конкретно, Вот если бы что-то началось, Вот я бы с удовольствием. Ну, так вот. Вот и мы сидим, Сидим и ждем. И мы забываем, Что драгоценное, Поймите, вот это наша жизнь. Бог дал нам жизнь. Это же уникальность, Что мы с вами, По воле Господа, Пришли на эту землю. Ни один человек здесь, В этом зале, Не оказался здесь случайно. Даже когда родители говорили, Ой, там мы тебя не хотели. Я общался с такими людьми, Которым родители в безумии говорили, Ты у нас вот результат ошибки. Мы не хотели, да? На самом деле, Чтобы родители не говорили, Бог тебя хотел. И ты пришел сюда по воле Господа. И слава Богу, Что у нас есть небесный Отец, Который любит нас. И который ждал, Чтобы мы пришли на эту землю. И вы представьте себе, Какой это фантастический дар. Жизнь, которую он нам с вами Вот просто дал, даровал. Жизнь. Удивительный дар. Как мы проводим эту жизнь. Мы очень часто, знаете, ожидаем. Вот должно быть лучше. Когда? В будущем. Должно быть лучше. Изменится. Когда? В будущем. Все будет хорошо. Когда? В будущем. Я терпеть не могу выражение Все будет хорошо. Потому что, если сейчас нехорошо, То ничего не будет. У Гребенчакова есть такие слова. Я не знаю, откуда я. Не знаю, куда я иду. Но когда при мне говорят, Все будет хорошо. Я не знаю, что они имеют в виду. Вот есть такие люди. Все будет хорошо. Когда? И у нас вот всегда было. Будет хорошо. У старого поколения. Будет хорошо. Когда? Когда коммунизм построим. Потом перестройка. Было тяжелое время. Но мы думали, ничего. Все будет хорошо. Когда? Когда капитализм построим. Сейчас что-то уже и не знаем, Когда будет хорошо. Уже все, что хотели, построили. Но что-то плоховато. И мы думаем, ну ничего. Все будет хорошо. В будущем когда-то. Ничего в будущем не поменяется, Если сегодня мы ничего не делаем. Ничего не изменится в будущем. Поймите, это огромные иллюзии. И когда вот об этом говоришь, Некоторые говорят, Хоу, пастор, волонтерство. Это типа пахать без зарплаты, значит. Знаете, вот странно. Зачем же люди работают, Не получая зарплату? Я читал немало исследований, Которые говорят, Что один из основных критериев счастья, Почему люди ощущают себя счастливыми, Это когда люди безвозмездно что-то делают, Трудятся для общего блага, Изменяя мир к лучшему. Одно из основных составляющих счастья. Об этом написано в Священном Писании. Блажение отдавать, Нежели принимать. То есть, блажение, Что это означает слово блажение? Счастливее. То есть, ты чувствуешь счастье, Когда ты что-то делаешь для других. Когда ты что-то совершаешь, Улучшаешь для общего блага. Даже когда ты за это не получаешь Никакого видимого материального вознаграждения. Потому что, по большому счету, Мы с вами должны осознавать, Когда мы делаем для других, То мы делаем для себя. Библия говорит, Пускай хлеб твой по водам, И что? Он по прошествии времени к кому вернется? Да к тебе же самому и вернется. Делаешь ли ты что-то для других? Вовлечен ли ты в это что-то? И волонтерство, как я сказал, Это очень библейская вещь. Вот посмотрите, Апостол Павел пишет к церкви, Послание к римлянам, 12 глава. Послание к римлянам, 12 глава. Четвертый стих. Ибо, как в одном теле у нас много членов, Но не у всех членов одно и то же дело, Так мы, многие, составляем одно тело во Христе. А порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, То имеешь ли пророчество пророчествую по мере веры, Имеешь ли служение, пребывай в служении, Учитель ли в учении, Увещатель ли увещевай, Раздаватель ли раздавай в простоте, Начальник ли начальству и с усердием, Благотворитель ли благотвори с радушием, Любовь, да будет непритворно, Отвращайтесь зла, Прилепляйтесь к добру. Павел показывает, что вообще Любовь должна проявляться в церкви через конкретные дела, Через конкретное служение. И эти дела могут быть совершенно разные. Есть те, кто раздают, Есть те, кто там начальствующие, Есть те, кто пророчествует, То есть как в теле он говорит, Ну есть глаз, есть нога, У них разные функции, Ну и нога нужна, и глаз нужен. Никто бы не хотел, Чтобы за место двух ног было два глаза. Никто бы не хотел, Чтобы за место глаз было две ноги. Хорошо, когда все на своем месте. Это, знаете, большая проблема, В том числе христианской церкви, Когда у нас есть какой-то дар, И мы хотим всех изменить под свой дар. Нам кажется, что важнее ног ничего нет. Просто вот хотят из церкви какую-то сороконожку сделать, Вот чтобы вот все были ноги, Или все были глаза. Что не церковь, а какой-то один огромный глаз, Как колобок вкатывается сюда. Люди хотят всех уподобить какому-то одному органу. Павел говорит, Единство должно быть в разнообразии. Мы разные, мы едины во Христе, Но у нас разные дары, У нас разные таланты, У нас разное призвание. И мы призваны все вместе совершать разные дела. Единство у нас только в том, Что все эти дела должны быть мотивированы, Не лицемерны, как он здесь написал, Любовью. Отвращайся от зла, прилепляйся к добру. То есть любовь, которая направлена на проявление добра, На проявление каких-то благих, хороших вещей. Вот что должно нас объединять. Но в этом мощном потоке любви У нас есть разные функции. У нас есть разные дела. У нас есть разные призвания. У нас есть разные. И когда мы говорим об этом, То само волонтерство, Как я сказал вначале, Этого слова нет в Библии, Но вот сама идея, Она словно из священного писания пришла. Слово Божье побуждает нас. Служи своим даром. И в церкви могут быть две крайности. Первая крайность – это когда большая часть людей думает, Что их чуть ли там не основная задача в церкви – Это просто приходить на собрание, Ну и жертвовать определенную часть, Десятины пожертвования приносить. Это важно – приходить на собрание. Это важно – жертвовать. Но, поймите, Каждый призван, помимо всего этого, Что-то вносить, Часть своих сил, Часть своего времени, Для того, чтобы церковь жила, Церковь функционировала. Каждый призван для этого. Потому что это очень-очень важно. Не чтобы там несколько человек там пахало, Несколько человек там что-то делало, А все остальные просто занимались тем, Что, о, молодцы, О, как хорошо. Это все равно, что строят дом, И лежит, например, 100 кирпичей. И эти нужно 100 кирпичей вот перенести, да? И вот если, например, Пришло 25 человек, Сколько кирпичей каждый перенесет? Четыре. Четыре кирпича. А если придет два человека, Сколько каждый перенесет? 50. И вот когда большую часть работы Делает два человека, И они таскают эти 50 кирпичей каждый, Потом уже им жизнь не мила, И служение Богу не мило, И добро делать не хочется. Потому что вот, ну, вот вы знаете, да? Вот у нас Все задачи, функции Распределены по телу. А если, например, вот рука должна делать И писать, И что-то брать, И еще ходить, Что многие не хотят, И еще читать, Все делают одни, А остальное тело? А остальное тело, Оно просто висит, Оно просто присутствует, Оно просто есть, Но оно не функционирует. И Павел говорит, Что не происходит развития, Потому что каждый орган тела Не действует В свою, В свою меру. Вы знаете, я когда, Я когда Ежу, И меня пасторы спрашивают, А вот вы в Екатеринбурге Купили свое здание? Говорят, да, мы приобрели свое здание. Они говорят, о, в центре города, И сколько это стоило у вас в Екатеринбурге? Я когда называю им цену, Практически у всех пасторов, У них глаза откругляются, И они говорят, А у вас что, были такие деньги? Я говорю, у нас была большая часть, А меньшую часть Мы вот сейчас выплачиваем. И тогда мне пасторы часто спрашивают, Виктор говорит, А как ты вот не побоялся Вот приобрести здание, Учитывая, что тебе Оставшую часть суммы Нужно выплачивать. А я говорю, Очень, очень просто. Если бы, например, У нас было в церкви Там два-три богатых человека, Которые бы Приносили в основном Большую часть пожертвований, Тогда получается, Два-три есть богатых человека, Эти два-три человека, Ну скажем так, ушли из церкви, И у нас нет денег. Но то, что мы собирали и собираем, Это вклад всех верующих В нашей церкви. Вы знаете, Я вот тут недавно сидел, Наше служение довольно популярно, И в разных странах Не только верующие пасторы, Проповедники смотрят Наши проповеди, Наши собрания смотрят. И мне было интересно, А сколько вот к нам пришло пожертвований, Кто нам там помог Из других церквей, Из других городов. И вы знаете, сколько? Не более трех процентов От того, что мы платим за это здание, Мы получили от церквей Из других городов, да? 97% Это то, что мы сами здесь собрали И продолжаем собирать. То есть это участие каждого. Мы не ожидаем И никогда не ожидали, Чтобы кто-то там с Америки нам помог. Нам не помогали? Или с Европы, с Германией там? Нет, не помогали. Я, честно говоря, Вначале по наивности думал, Что помогут. Но потом понял, что нет. Нет, не помогут. Я помню, какой я был разочарованный. Я приехал, думаю, Там никто помогать не хочет. У меня друзья в Европе не помогают. Друзья в Америке не помогают. Что за друзья? Вот типичное мышление. Оно иногда и к пастору приходит. Плотское. Когда ты думаешь, Мне все должны помогать. Мне же тяжело. Я же тут большое дело делаю. Так что вы мне все помогайте. Я помню, я сидел, И как-то сидел, молился. И мне Бог так наполнил, коснулся. И Бог мне говорит, Послушай, это кому здание? Нам. Ну-ка, что ж ты ждешь от кого-то? Вы жертвуете, вы молитесь. Это же вам. И сработало. Понимаете? Сработало. Драгоценное точно так же. Когда мы говорим про служение. Вот та работа, которую Бог призывает нас сделать, Она колоссальная работа. Грандиозная. Бог нас поместил в прекрасном, Огромном, полуторамиллионном мегаполисе. Здесь работы, непочатый край в нашем городе. Понимаете? Непочатый край. Я вот, Меня пригласили в этом году, в сентябре, На саммит Сакраменто. Сакраменто город примерно по численности похожий на нас. Вы знаете, сколько там церквей? Там тысяча церквей. И сто церквей только славянских, Где на русском и украинском языках проповедуются. У нас с вами, Ну, со всеми группками, группочками, И сотни не наберется. Понимаете, к чему я говорю? Здесь огромная работа. Когда об этом думаешь, Вау, какая большая работа. Как же мы сможем делать? Если двое будут перетаскивать сто кирпичей, умрут. Или скажешь, ну, пастор, давай. Как Жванецкий говорит, Тщительней проповедуй. Как-то давай тут, не тормози. Проповедуй посильнее, Чтобы Евангелие дошло до всех Глухих уголков Уралмаша и Химаша. Давай как-то. Поймите, когда люди пытаются на себя взвалить, Там два человека, огромную работу, Ничего не получается. А если, например, сто человек займется Переносом ста кирпичей? Они перенесут по одному кирпичу, Скажут, что это все, А может, мы еще сто перенесем На следующей неделе. Могут ли сто человек По одному кирпичику переносить каждый месяц? Да. А если двое, Да каждый по пятьдесят, Да через неделю Им вот уже, вот уже где. Они будут думать, Я для Господа тружусь, Мне вот надо, Бог меня призывает, Но сил нет. И сколько, к сожалению, Таких выгоревших служителей, Которые пахали, Которые двигались, И перегорели. Кажется, что нам Бог дает что-то непомерное? Что нам Бог что-то дает такое, Что мы не можем исполнить? Бог нам доверяет. Бог допускает испытания сверхсил? Нет. Почему же тогда такая картина? Да потому что вот это вот одна крайность, Вот когда двое пытаются сделать все. Или когда, как говорят по статистике, Двадцать процентов пытаются сделать Восемьдесят процентов всей церковной работы. Поэтому это одна крайность. Но есть еще и другая крайность. Это когда вот люди приходят, И вот они загораются, И думают, Все, теперь церковь, Это моя жизнь вся. Церковь моя жизнь. И они в церковь как бы ныряют. У них в понедельник Альфа, Во вторник домашки. В среду у них тут изучение курсов по Библии. В четверг у них собрание. В пятницу у них тут встречи, Репетиции, Спевки, распевки. В субботу тут с утра молитва, В доме молитвы. Днем какой-нибудь семинар у нас. В воскресенье Господу. И вот представьте себе, Семья. Можно кого-нибудь, да? Какую-нибудь сестру. Сестру. Есть сестра замужняя? Вот, давай, Юль. Ты как раз замужняя, И муж тебе подходящий. Вот смотрите. Вот сестра. Заходи. Вот. Вот она покаялась, И она с утра до вечера, да? Вот. Через некоторое время Ее никто не видит дома. Дети не видят, Муж не видит. Она все время С Господом и с народом Божьим. С утра до вечера. Как к ней через месяц будет относиться Ее родня? Как к сектанке, точно. Как к сектанке называется. И ушел человек в секту и с концом. И больше его никто не видел. Начинаешь говорить с ней. Я же для Господа тут пошел с утра до вечера. Послушайте, когда Бог входит в нашу жизнь, я понимаю, что я болезненные темы касаюсь, но это так. Когда Бог входит в нашу жизнь, я абсолютно убежден, Бог желает благословить все сферы нашей жизни. Все. Семью Бог хочет благословить. А как Он благословит семью, когда тебя не бывает дома? Бог хочет твоих детей благословить. А как Он благословит твоих детей, если ты даже не видишь, ты даже не воспитываешь их? Ты скажешь, ничего, Господь, я занимаюсь с твоими детьми, а ты уж там с моими. И потом такие дети вырастают. Некоторые верующие прибегают ко мне, говорят, пастор, что делать? У меня подростки не слушаются. Пастор, что такое? А человек всю жизнь был в служении, в работе, с утра до вечера. С детьми время не проводил. Думаешь, Бог ими должен заниматься. Поймите, главное воспитание детей, вот я в прошлое проповедь об этом специально же говорил, это только личный пример. Да не важно, что ты там бежишь, там детям говоришь, хотите воскресную школу, молитесь Господу. Да им все равно, что ты говоришь. Они смотрят на тебя и подражают тебе, понимаете? С ними нужно проводить время. И все. Бог хочет благословить твою работу. Это тоже требует времени. Некоторые верующие так сильно в Господа уверовали, что начальники не знают, что с ними делать. Они молятся. Приходят на работу и молятся. У нас некоторые люди приходят в церковь, а у нас в церкви тоже есть штат, который работает. И у нас начинается все с молитвы, короткой. Они приходят, говорят, мы что-то так удивились, что-то у такая у служителей короткая молитва. А я им говорю, а я не за молитвы здесь людям деньги платим мы в церкви. Не за молитвы. Молитва – это наша личная духовная жизнь. Здесь нужно что делать? Работать. На работе нужно что делать? Работать. Бог хочет тебя благословить на работе. Это что означает? Что ты будешь молиться утра до вечера? Ты будешь работать, и Бог благословит твой труд. Аминь? Спасибо большое, Юль. Бог хочет благословить все сферы в своей жизни. Поэтому, когда мы говорим, когда мы говорим о работе, когда мы говорим о служении Господу, когда мы говорим об отдыхе, Бог хочет все сферы благословить. Поэтому одна крайность, когда люди ничего не делают в церкви, просто приходят как потребители и считают, что наши пожертвования десятины – это все, что мы можем дать. Есть другая крайность, когда люди просто так погружаются в церковь, что их уже никто больше найти здесь не может. Ни родня, ни семья, ни друзья. Никто ушел в глубины. Это другая крайность. По сути, что такое волонтерство? Волонтерство – это, поймите, это не то, что когда хочу – прихожу, когда нет. Волонтерство, вот интересно, у них в той же Америке, там большая культура волонтерства – это большая ответственность. Когда люди опаздывают, когда люди не исполняют то, что они должны, их исключать из волонтеров. Но при этом у них соразмерная нагрузка. И подсчитано, что где-то примерно 4, 5, 6 часов должно уходить у человека, если он хочет быть волонтером. И они говорят, 6 – это максимум. 6 часов в неделю. Максимум. 6 часов в неделю. То есть, если вот мы посмотрим с вами, да, вот, служение. Вот та же Юля. Такой пример яркий. Ладно, давай не буду. Оля. Ладно. Оля, вот смотрите. Оля. Да выйди сюда, Оля. Вот. Она служительница церкви. Она работает за зарплату в бухгалтерском отделе церкви. Но помимо своей работы за зарплату в церкви, поймите, работать на зарплату в церкви и быть волонтером – это не то же самое. Некоторые думают, я теперь в церкви, теперь все. Нет, она еще занимается альфа-курсом. У нее нет такой обязанности. Она занимается как волонтер альфа на альфа-курсах. И примерно сколько у вас альфа-курсы занимают в неделю? 2 часа в неделю. Ну ты же приходишь. Да. Встреча с командой – моя подготовка. Да. То есть, смотри, 2 часа в понедельник. Встреча с командой – она до этого. Час и подготовка. Час-два. Вот. По сути, человек верующий, как Ольга Галеева, у которой есть сын, который требует времени, а от нее это требует особого времени, она должна за обоих работать в своей семье. У нее есть… Вот она больше, как волонтер, ничего не может в церкви делать. Конечно, быть на собрании хорошо. Ну тут не готовят. Но помимо этого, вот это ее ответ. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Если она скажет, ну ты же такая сестра, давай и в прославлении у нас по пятницам хор вот это все. А молиться-то как ты не молиться? И в Айхопе там проводи, там пение с 6 утра, там приходи, будешь… И вообще такая вещь, вот Бог хочет, тоже замечу про 6 утра, Бог хочет благословить твой отдых также. На сон необходимо 8 часов. Если ты ложишься в 12 ночи, ты не можешь молиться в 6 утра, поймите. Конечно, ты можешь молиться в 6 утра, умрешь быстрее. Конечно, к Господу пойдешь рано. Тоже хорошо. У верующего в любой вариант хороший. Но если ты хочешь как можно больше блага на земле сделать, ты либо ложишься раньше, либо молишься попозже, понимаете? Не в 6 утра там это. Потому что когда люди пренебрегают своим отдыхом, а Бог хочет не только твою работу, но и отдых благословить, не будет ничего тебе нормального, уж извините. Я молюсь так, чтобы за 4 часа я высыпалась как за 8. Дурень думкой богатеет, говорится в русской поговорке. Спасибо, Боль. Поэтому драгоценные. Другая крайность, когда люди перегружают себя. Как вот это вот. В стихотворении-то детском что-то. Я еще и пить хотел, мне что-то там еще и рисовать там. Да, есть кружок, кружок по фото. В хоре мне петь охота, в службе порядка. Я стою, миссионером я жужу. Все делаешь ты, все, церковь, да? И знаете, какое-то время ты наслаждаешься. О, какой ты прямо везде, и везде, и везде. Через некоторое время ты как гербарий. Оболочка осталась, жизни нет. Ты в хоре с такой стоишь. Служба порядка. Вот здесь такие, знаете, со соловевшими глазами. Не хочется, знаете, такое чувство, как среди зомби попадаешь. Зомби, зомби, зомби вокруг. Кажется, пастор, у меня уж сил нет. А зачем ты столько на себя взвалил-то? Поэтому на волонтерство от 4 до 6 часов в неделю. И слава Господу, если ты готов будешь. Понимаете, к чему говорю? Теперь, когда мы говорим про волонтерское служение, волонтерское служение, можно мне доску принести, братья? Принесите доску. У нас в церкви, в принципе, есть такие 6 основных сфер. Кто красиво пишет? Есть такие? Потому что я когда пишу, они говорят, Виктор, ты пишешь красиво, но никто понять не может, что ты пишешь. Есть кто красиво пишет? Красиво пишет. А что вы такие? Волонтеры есть кто пишет? Сестра, пожалуйста, проходи. Как вас зовут? Да, проходи. В красивой красной одежде. Смотрите, есть 6. Ты пишешь красиво и быстро. Как вас зовут? Евгений? Очень красивое имя. Вот. Церковный фолмастер. Смотрите, первая сфера это социальная. Можно один, да? Будет 6 всего. Социальная. Первая сфера это социальное волонтерство. У нас есть и благотворительный фонд неба. У нас целое собрание, когда я уезжал в Прибалтику, проводил Игорь Медведев. Он рассказывал про эту работу. У нас есть Александр Захаров, у нас проводит лидер служения. У нас есть и кормление бездомных. То есть мы занимаемся довольно большой социальной работой. Вот. Ну, три. Ладно, не буду говорить. Но большая работа, которой мы занимаемся в социальной сфере. Вот. Вся эта работа. Там есть лидеры, есть руководители, такие как Игорь Медведев. Но к этому призваны, к этому призваны все верующие. Следующая сфера. Вторая сфера. Творческая. О, как ты Евгения красиво пишешь. Задись на первые ряды. Я все время, когда буду в доску, ты будешь выходить и рисовать что-нибудь. Творческая. Творческая у нас есть. Хор. Группа прославления. Музыканты. Танцевальная группа. Театральная группа. Кто из вас благословен, когда смотрит спектакли на Пасху, на Рождество? Вы в курсе, что это все не профессиональные артисты? Даже среди них есть некоторые профессиональные, но они не получают здесь зарплату. Но все это верующие делают для того, чтобы мы с вами были что? Благословлены. Это волонтерская работа, которая так нас благословляет. Причем уровень этих спектаклей, я вам скажу, очень хороший. Очень хороший уровень. И музыкальный уровень. Конечно, у нас занимаются профессионалы. И такие люди, как Олег Галина Казанцева, Диана Судокова. Но многие люди. Настоящие профессионалы. Настоящие с образованием и всем. Но люди в хоре, люди, это все волонтеры, все добровольцы. Третья сфера, это детская. Детская сфера. Об этом вам рассказывал на одном из собраний Евгений Зимин. Детская работа. Это у нас воскресная школа. Разные детские мероприятия. Я просто времени мало, я не хочу все это повторять. Евгений целую пробовать на эту тему дело. Детская работа. У нас много классов. Слава Богу, у нас теперь есть здание, где мы можем много. У нас там еще зеркальный класс. Мы делаем так, чтобы можно было и раскрывать, и закрывать. Чтобы это было несколько помещений. Все для того, чтобы детям было комфортно здесь, в нашем здании. Детская работа есть. Тоже там высокий уровень. И у преподавателей воскресной школы, и учителя там разные. Все это делают волонтеры. Следующая сфера, это медиа. Четвертая. Медиа. Знаете, я вам скажу, я говорил, но я вот каждый раз, когда я езжу куда-то в поездке, вот я вернулся из Прибалтики, я был удивлен, насколько служение нашей церкви востребовано, и насколько служение нашей церкви благословляет многих и многих верующих не только в этих стенах. Ко мне в Латвии один пастор подошел и сказал, говорит, Виктор, благодаря одной из твоих проповедей, которые я послушал онлайн, я не оставил служения. Я продолжил идти в своем призвании. Я огромное количество свидетельств. Я скажу вам честно, я их здесь не рассказываю, потому что, ну, как сказать? Да, потому что я скромный. Вот это вот вы точно сказали. Я могу сказать, как Моисей, и не было такого короткого человека на земле. Ну, Моисей на земле, а я уже поскромнее. В Екатеринбурге не было такого скромного человека второго. Но поверьте мне, что огромное количество свидетельств. И вместе с тем многие говорили, пастор говорит, ну, там ваши проповеди, бывает, там неоперативные выходят. Там, или там оформить их можно интереснее. Или сейчас, говорит, такие средства, у вас как-то многое там, как-то еще по старинке, или еще что-то. И в социальных сетях бывает информация не вовремя. Это огромная, огромная работа. Сейчас как раз занимается Кристина этой работой. И вот у нас есть и социальные сети, и развивать YouTube канал, и развивать аудио, и видео. И видеть вот эти все вот люди, вот прекрасная сестра, я даже не вижу, она там за камерой спряталась. Кто это? Кто это за прекрасный? А Свет, это ты, да? Вот, вот сестра. Света, ты получаешь зарплату за то, что стоишь за камерой? Нет, она не получает зарплату. Это все волонтеры занимаются. Съемками и работой. Это занимается волонтерское служение. Это все медиаработа. Друзья, мы живем в 21 веке. Одна из моих проповедей, которая преподовала в Прибалтике, да? Я проповедовал в церкви. Там было, ну, примерно как у нас, людей. Просмотры, я недавно заходил, на сегодняшний день, 14 тысяч. То есть, понимаете, людей, которые слушают, вот тут невидимый, вот можно сделать невидимый мини-стадион. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Тысячи людей. То есть, эта работа чрезвычайно важна. Некоторые говорят, ну, говорит, Виктор, это же от тебя зависит, да не только от меня. Потому что, да, мы проповедуем, но не только я проповедую. Но даже если я проповедую, должны быть люди, которые доносят проповеди до аудитории. Понимаете? И от многих служителей и пасторов, я слышу, говорит, Виктор, нам нужно то, что Бог вам дает там, в Екатеринбурге. Мы питаемся часто тем хлебом, который мы слышим у вас здесь, в вашей церкви. И все это благодаря именно медиаработе. Пятая сфера. Ну, я назвал так. Духовная. Духовная. Я поясню, что я имею в виду. Духовная. Это вот то, что мы говорили. То, что связано с изучением Писания, с молитвенной жизнью. Это у нас и альфа-курсы, которые вот сейчас занимается Ольга Галеева. Это и домашние группы, где лидеры занимаются. Это многие программы библейских занятий. И служение Уральского дома молитвы. Это и служение подготовки к браку. Знаете, у нас началось не так давно целое служение, где мы готовим к браку. И мы уже никого в нашей церкви не сочитываем, кто не прошел специальный курс по подготовке к браку. Потому что после этого курса, ну уж точно. Если уж ты такой курс пройдешь, то там уже думаешь, я прошел курс, и уже не разведешься никогда. Понимаете, он такой сложный, что разводиться, чтобы второй раз его проходить никто не захочет. А без него у нас не сочитывают. Понимаете, вот очень важное служение. Очень важное служение, да. Это и работа с конференциями, то, что Михаил рассказывал. Это огромное конференция, молодежное служение, которое занимается проповедью и конференцией. Все это духовная работа, да. Все это духовное служение. То есть это огромное. И 12-шаговая программа, которой у нас сейчас занимается. Волонтерство. У нас в одну из суббот будет здесь, как это называется? Эмоциональный разум, да. Будет христианский психолог. Интеллект. Эмоциональный интеллект. Хорошо. Извините, не разум, интеллект. Эмоциональный интеллект. Тоже приезжает сестра. Она профессиональный душепопечитель. И она приезжает просто как волонтер. Просто как волонтер. То есть огромная духовная работа. И молитвенная работа. И утренняя молитва. И вечерняя молитва. Вечерняя молитва, да. Ну и шестое. Это в христианстве это называется служение-вспоможение. Напиши Евгению просто вспоможение, да. Служение-вспоможение. Это вот то, без чего в принципе вот. Это то, что у нас постоянно окружает. Это и служба порядка. Люди, которые встречают нас. Это и люди, которые помогают оператору. Вот здесь провода делают, и микрофоны ставят, и прочее, прочее. Это и встреча проповедников. Вот Алексей, можно у тебя, да. Вот смотрите, вот Алексей, да. Вот брат, ты работаешь? Слава Богу, у тебя жена, у тебя семья, слава Господу. Ну у этого брата есть служение. Он встречает проповедников и провожает. Он там стоит, встречает, проводит, какие-то вещи берет. Либо я, либо другие проповедники, когда гости к нам приезжают. Ну и в конце. Это снимает примерно где-то час до служения, да. И примерно час после, да, где-то. Ну вот час или полчаса, да. То есть где-то около двух часов в неделю этот человек тратит на волонтерское служение. Каждый раз, когда я, либо другие проповедники, подъезжаем. И он стоит, он все делает. Знаете, казалось бы малость, но это великий труд. И этот человек это верно делает из недели в неделю. И он, и не только он у нас, еще у нас... Дима, Дмитрий тоже, вот они меняются, да. Тоже важнейшее служение. Не занимает много времени, но если бы его не было бы... Спасибо, Алексей, огромное благословение, да. То есть вот это служение, вспоможение, это огромная-огромная работа. Евгения, все красиво, спасибо большое. Давайте поаплодируем, так же есть. Спасибо. Вот посмотрите, вот это те сферы, в которых мы можем быть задействованы. Два часа, три часа, четыре. Ну, гиганты веры до шести часов. До шести часов. Можем быть задействованы в этом служении. Я, конечно, понимаю, что это мы говорим про работающих людей. У молодежи, естественно, семьи нет, детей нет, там времени больше. И у пенсионеров точно так же время может быть больше, потому что у них нету, ну, я говорю про неработающих пенсионеров, да. У нас немало пенсионеров, которые помимо пенсии еще продолжают работать у себя на производствах. Ну, у неработающих пенсионеров и у молодежи, конечно, у них может быть времени побольше. Причем волонтерское служение, оно ведь может быть разное, оно может быть разовое. Например, там мероприятие организуем, убираем мусор, там, какую-то субботу вокруг здания нашей церкви разовое. Или там Михаил призывает, люди могут там потрудиться именно в таком подготовке молодежной конференции. Да, это на какое-то разовое. А есть волонтерская работа, которая продолжается какое-то время определенное. Ну, знаете, тут я одно время молился, и мне Бог показал одну вещь. И очень важно, чтобы в действительности, даже когда мы занимаемся каким-то служением на протяжении времени, да, чтобы оно не было бессрочным. Как вот некоторые люди боятся быть лидерами домашней группы, потому что стану лидерами домашней группы и умру лидером домашней группы. Вся моя жизнь это домашней группы. Подумать об этом страшно, потому что, может быть, ты хочешь быть лидером домашней группы, но ты не хочешь быть, знаешь, и ныне, и присно, и на веки веков, пока смерть не разлучит нас. Такого не хочешь. Поэтому, знаете, я увидел, что мы должны в церкви с вами изменить одну вещь. Люди, которые какими-то служениями хотят заниматься регулярно, вы должны заниматься этим служением один год. Один год. То есть, например, вот сейчас вы в любое из этих служений можете прийти на один год. То есть, до конца этого года, 2019 года, вы можете быть либо лидером домашней группы, да, вы можете быть, ну, конечно, если у вас есть подготовка, лидерами так просто не встают, да, либо вы можете петь в хоре. Некоторые боятся, думают, вот я пойду в хор, да, а вдруг вот как-то потом меня Бог куда-то в другое приведет, а я уйду из хора, и на меня некоторые верующие будут смотреть, как на предателя. Типа, что предала нас, оставила наш святой хор, да. Сейчас в медиаслужении там или там, или еще где-нибудь там служение. Так я же там в этом служении теперь работаю. Ничего, и то нужно делать, и это не оставляйте, да. И всегда верующие готовы навесить кучу-кучу обязанностей. Вы можете выбрать какую-то сферу. Или, например, вот некоторые думают, вот хочу помогать Игору, ездить по детским домам. Но вот до конца 2019 года, так чтобы потом прошло время, и вы можете либо по своему решению и помолившись Господу, а у нас специально есть время, каждый год, когда мы берем время для молитв, правда же, да, либо продлить еще на год, либо заняться каким-то другим служением. А почему нет? А почему нет? Потому что иногда в жизни Бог какие-то вещи корректирует. Поэтому я призываю вас сейчас, давайте будем думать, давайте будем молиться. И каждый из вас может пойти в какое-то из этих служений, в какое-то из этих работ. Либо подойти к Евгению Зимину, там, по детскому, либо к Михаилу Крукову по молодежной, либо к Игорю Медведеву по социальной. То есть у нас большое количество служителей, которые занимаются, отвечают за определенные сферы, либо к Кристине, если хотите заниматься медиа, если вы хотите заниматься конкретно техникой, аудио, видео, записью, камерами, к Максиму Черепанову. Если вы не знаете, кто отвечает, вы хотите работать в какой-то сфере, там, служба порядка, а вы не знаете, а кто там этим занимается, вы можете подойти к секретарю нашей церкви, к Елене, и она вам расскажет, к кому обратиться. Но послушайте, я еще раз говорю то, с чего я начал. Одно дело, когда 25 человек носят по 4 кирпича, а другое дело, когда 2 человека носят по 50 кирпичей. Каждый из нас может выделить 2, 3, 4 часа в неделю, чтобы потрудиться для какой-то сферы, чтобы принести благо своей церкви, принести благо через какое-то практическое служение. Это, конечно, ответственность, волонтерство. Это не означает, хочу-прихожу, хочу-нет. У нас некоторые вот так вот в хоре, да? Хочу-прихожу бывает, хочу-нет. Когда говоришь, а что тебе не было? А что, я должна, что ли? Нет. Но если ты до конца 2019 года будешь в хоре, одна репетиция, да, у нас сколько? Одна репетиция в неделю, это примерно 2-3 часа, ну и пару часов до собрания репетиция. Это максимум 5 часов. Максимум 5 часов каждую неделю. Но если вы решили заниматься там хором или в прославлении, или еще в каком-то служении, да, точно так же, да? Точно так же группа порядка. Это занимает немного, но это важно регулярно и важно к этому относиться очень ответственно и понимая, что ты это делаешь не просто для людей, а для Господа. Еще одна важная вещь. Некоторые скажут, пастор, ну вот у меня горит в сердце там служение, а вот нет вот у нас вот тут вот... Вы можете подойти ко мне, поговорить и сами начать какое-то служение, даже если у нас его нет, если оно у вас сгорит, и у вас есть видение, что делать. Например, у нас тут был Лидия Васильевна здесь сегодня. А где Лидия Васильевна? А где она? Лидия Васильевна. В церковь надо приходить. Лидия Васильевна пришла, и она говорит, пастор, вот хочу проводить курс в церкви, там сердце отца. Слышали, да, это? Сердце матери. Я посмотрел этот курс, я помолился. Я говорю, хорошо, занимайтесь. И у нас с того времени вот это проходит, да? Или вот, Лена, можно тебя тоже, да? Вот Лена тоже, она работает в церкви на зарплату, как секретарь, получая за это зарплату. Но у нее еще есть служение, как волонтер. То есть у нас служители в церкви, которые имеют определенные обязанности, помимо этого, они могут работать как волонтеры. Как волонтер, она занимается по средам. С утра, да, группа 12 шагов, да, освобождение. Занимается с группой. Как она это занимается? Как волонтер. Тоже я не говорил, я не поручал. У нас ведь не было такого служения раньше, да? Люди пришли, показали, говорят, мы можем работать, можем заниматься. Помолились, посмотрели материалы. Почему нет? Бог-то благословит вас. И вот у нас появилось служение. Спасибо большое, Лена, да? Вот у нас появилось такое служение. Точно так же и вы можете, можете, я сразу скажу, это не значит, что все, что ты там себе придумал, мы обязательно в церкви будем проводить. Я всегда уточняю. Посмотрел, что это, и помолившись, помолившись Господу. Но вот на моей памяти, я не припомню, чтобы я там кому-то говорил, нет, ну, были, но это единичные случаи, намного больше, когда люди приходили, я им говорил, где же ты раньше, дорогой, был, уже давным-давно хотелось бы такое в церкви иметь. То есть вы можете приходить, можете этим заниматься. И таким образом, откроем, давайте, последнее место на сегодня, первое послание Петра, четвертая голова, с восьмого стиха прочитаем. Этим местом Писания сегодня я хотел бы завершить наше такое практическое занятие. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Послушайте, какой бы в церкви не был благословенный пастор, какая бы в церкви не была благословенной команда служителей, но ни один, даже самый распомазанный человек не имеет все грани Божьей благодати. Чтобы наша церковь была как бриллиант, где много разных граней, каждый должен служить, как Павел пишет здесь, каждый должен служить друг другу тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. У кого-то больше какие-то практические дары, он может церкви помогать с точки зрения каких-то практических дел, у кого-то талант заниматься файнрайзингом, и он готов помогать нашему социальному служению в этой сфере, у кого-то дар там пророчества, у нас есть люди, которые сегодня после собрания занимаются пророческим служением, есть комнаты в Айхопе, когда они молятся и пророчествуют. Конечно же, все, они думают, что они самые важные. Там те, кто занимаются социальной работой, думают, вот это настоящее дело, а те, кто пророчествует, думают, вот это настоящее дело. Но на самом деле все это надо, и одно надо, и другое надо, потому что благодать не из одной грани, она многоразличная благодать. Дальше Павел пишет, «Говорит ли кто, говори, как слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». И все доскажет, «Аминь». Сейчас давайте закроем глаза и склоним головы. Я очень бы хотел, чтобы сегодняшняя проповедь воспринималась как слово Господа лично каждому из нас. потому что, когда сегодня в мире говорят о волонтерстве, когда в мире сегодня огромное количество молодых людей, людей в возрасте, занимаются волонтерской работой, помогают проводить международные спортивные мероприятия бесплатно, помогают в социальной работе, в работе с инвалидами, в работе с неимущими людьми, ездят часто в бедные страны, помогая там в сфере медицины. Люди в этом мире бесплатно, врачи сотрудничают с Красным Крестом, чтобы помогать в лечении тем, кто не может заплатить. То вы знаете, когда в мире об этом так говорят, когда в мире такой подъем, то не тем ли паче должно быть в церкви, в церкви, где как нигде должно быть осознание единства, как нигде должно быть осознание важности добрых дел, то, с чего мы начали. Потому что, когда каждый из нас будет делать доброе дело, то через это будет прославляться наш Небесный Отец. Через это будет проповедоваться Евангелие Иисуса Христа. Через это свет будет сиять и в нашем городе и дальше. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за каждого моего брата, каждую сестру в церкви. Я верю, мой Бог, Ты призываешь нас, Ты собрал нас воедино, как организм, как тело, для того, чтобы каждый мог трудиться на благо ближнего, чтобы мы могли служить друг другу тем даром, который получили. Потому что каждый наш дар это одна из грани удивительной Божьей благодати. И только все вместе мы составляем эту целостность, эту общую картину, которая и является настоящей проповедью. Не просто слов, а проповедью дел, проповедью жизни. И я верю, мой Бог, Ты желаешь наполнить каждую сферу церкви волонтерами, служителями, которые, Боже, помимо своей основной деятельности, уделяли бы какое-то время в неделю для того, чтобы потрудиться добровольно для улучшения своей церкви, для усиления служения Богу и людям Господь. И я прошу Тебя, Дух Святой, касайся наших сердец сейчас. Возможно, Ты кому-то показываешь те сферы, где Он призван трудиться, показываешь те сферы, к которым Он должен присоединиться в работе, может быть, кому-то в социальной сфере, кому-то в творческой, кому-то в духовной, кому-то в служении вспоможения, кому-то в медиа. Но все мы нужны, Господи, все мы нужны. И каждый из нас может уделять какое-то количество времени в неделю, чтобы сделать свою церковь лучше, чтобы сделать свою церковь важнее, нужнее и благословеннее, эффективнее. Я молю, мой Бог, чтобы люди здесь не только меня слышали, а слышали тебя. Потому что мы приходим сюда не чтобы слушать людей, мы хотим слышать твой голос, Господь. И ты часто нам говоришь через такие земные, обыденные вещи, показывая, что простые добрые дела являются настоящим светом для этого мира, светом, в котором прославляется наш небесный Отец, светом, через который проповедуется Евангелие нашего Господа Иисуса Христа, светом, через который действует сила Святого Духа. Я, Боже, молю Тебя, чтобы через все эти сферы действовала сила Святого Духа. Через эти обычные еженедельные дела церковь укреплялась, возрастала, наполнялась, сияла во имя Иисуса. Я молю, мой Бог, сделай это слово очень практичным, сделай это слово личным посланием для каждого человека здесь. сила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok